Слава Господу, братья и сестры! Мы будем благодарны нашему Господу за это прекрасное общение, которое сегодня мы имеем, и эту возможность быть сегодня снова вместе у ног Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, каждый день это есть чудо, каждый день это есть Божья милость. Каждый день, когда мы просыпаемся от нашего отдыха и смотрим вокруг, мы видим нашу семью, наших близких, родных, видим эту прекрасную погоду вокруг нас, и мы понимаем и верим и видим, что как Бог чудно все создал, как Бог чудно все сделал, и только остается славить и благодарить Его. Я хочу сегодня обратить наше внимание к одной истории, которую мы находим в книге «Бытие» в шестой главе. В этой главе мы находим историю о потопе. Это был великий и очень такой физический действие в этой природе, где Бог совершил такое великое действие, были причины на это. И когда мы читаем, мы видим Божий план, мы видим, как Бог, общаясь с людьми в этой истории, в этой ситуации был Ной. Это был человек, который любил Бога. И хотел бы прочитать, и мы обратим внимание на них, некоторые стихи. С первого стишка шестой главы мы читаем. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет». Бог поставил вот эту дату. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадовых птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей, сынов Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась перед лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями». Эта история нам открывает то время, когда на земле люди размножились. Люди размножились по земле, и написано здесь, что Господь, смотря на это общество, на людей, Он начал сожалевать, что Он сотворил человека. Мы читаем в пятом стихе такие слова. «Бог говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Это было очень трудное время. И в это время жил Ной на этой земле. В это время жил этот человек, который любил Господа. В это время жил человек, который преданно ходил перед Богом. Мы читаем здесь рассказ как бы о Ное. Написано, смотрите, вот житья Ное. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем, и Ной ходил перед Богом. Хотя вокруг него происходило вот это великое развращение. Хотя вокруг него люди имели зло в своем сердце. Хотя вокруг него была вот эта ужасная обстановка, когда люди помышляли о злом только. Но в этом моменте человек, имея общение с Богом, написано, что он ходил с Богом. То есть его сердце было направлено к Богу. Его помышления были о Божьей воле. Его желание было угодным Богу. Он не пошел с этими и остальными людьми. Он не начал размышлять злые какие-то помышления, дела. Он ходил с Богом. Он направлял свои мысли, свое желание к Богу. Хотя вокруг было великое развращение. И вы знаете, я себе рассуждаю об этом. Когда мы живем в этом мире, когда мы посетили свою жизнь для Бога, когда мы отдали свое сердце Христу, мы живем в этом мире. Вокруг нас действительно есть многие вещи. Когда мы смотрим, когда сегодня оспаривается браковое понимание, когда сегодня многие вещи, которые были утверждены веками, сегодня оставиваются под вопрос, и как бы все переворачивается. Но когда мы читаем священное писание, Ной ходил перед Богом, и он был праведный, и был непорочный. И читаем мы здесь, что земля растлилась при лице Божьем, и наполнилась земля злодеяниями. Вы знаете, когда этот пример нам рассказывает об одном очень важном. Он показывает нам, что именно даже в самом ужасном обстановке, когда вокруг все разрушивается, когда беззаконие увеличится, человек, надеющийся на Господа, он может все равно служить Богу. Он может все равно идти путем Божьим. Он может все равно воспитывать своих детей учению и наставлению Господним. Потому что он ходит с Богом. Вы знаете, однажды один человек выразил такие слова, говорит, что самый большой подарок, что может сделать отец в своей жизни, это ходить перед Богом. Это быть тем человеком, которым не только дал жизнь, и родились дети, и он является отцом, но и не тот, который ходит перед Богом, независимо, что вокруг происходит, независимо, какое развращение вокруг происходит, независимо, что происходит в ближайшем его круге, но человек сделал решение, я иду за Богом, я буду ходить с Богом, я буду почитать Божьи заповеди, я буду поддерживать принципы, которые изложены в Священном Писании, я буду с Богом, я буду с Ним, я не буду взирать на окружающие вот эти происшествия, я не буду реагировать на вот эти давления, я буду ходить с Богом, я буду ходить в Его воле. И здесь интересно, что Писание повествует, что Ной, его жизнь была такая, он человек был праведный, непорочный вроде своем, Ной ходил перед Богом. И действительно оно и есть так, когда мы возлагаем свою надежду на Господа, когда мы ходим с Богом, когда мы ходим с Богом, тогда в нашем доме, в нашей семье, в нашем окружении мы имеем как бы образец. Вы знаете, очень важно, как бы просто на все обозревая вот эту всю тему и вот этот смысл хождения перед Богом, вот этим прекрасным положением, которым занимал Ной, он ходил перед Богом, он старался воспитывать свою семью по воле Божьей. И вы знаете, это есть задача, которая сегодня нас не оставляет. Это задача, которая на нас возложена, как на отцов, чтобы независимо, что происходит в этой стране, в этом мире, это ходить с Богом, это пребывать в Боге, это исполнять то, что Бог предназначил для нас. Вы знаете, оно не только хорошо для этого человека, оно очень хорошо и благословенно для потомства, для детей. Вы знаете, я вспоминаю, когда я был очень, ну еще мне было 8 или 9 лет, я вспоминаю те дни, когда мы были на служениях, я вспоминаю, когда я видел своего отца, как он молится, я вспоминаю вот эти дни, вы знаете, когда мы обозреваем наших родителей, как они ходят перед Богом. Да, в жизни бывает разное, в жизни встречаются разные моменты, трудные моменты, разные искушения, но человек, который возложил свою надежду на Господа, он, если даже испоткнется, он встает, он встает на свои ноги, он хватается за благодать Божию, Бог подымает, и вы знаете, когда мы смотрим на наших отцов, когда мы видим, как в ихной жизни благодать Божия действует, когда мы видим их праведную, богобоязненную жизнь, это для нас стоит великим примером, это влияет на нас, и вы знаете, так думая, что, видя моего отца, да, он не был perfect, он, может быть, имел какие-то недостатки, но он старался и всеми силами был человеком, который служил Господу, который ревновал о Божьей воле, и вы знаете, это сформировало нашу юность, нашу жизнь, это повлияло сегодня, смотришь на будущее поколение в нашей жизни, наши отцы, которые были перед нами, они повлияли на нас, они рассказали нам о Боге, они научили нас работать, когда мы просыпаемся рано утром, собирая школу, а отца уже нету, он пошел на работу, он встал рано в 5 утра, он оделся, и он пошел на работу, это учило нас труду, это учило нас мужеству, это учило нас, что мужчина, это есть тот человек, не который просто, вы знаете, бездельно сидит, но который зарабатывает для своей семьи, который пытается быть вот этим мужем в семье, в своем доме, это есть пример, и когда сегодня мы видим пример людей, которые ходят перед Богом, вот эти все стороны жизни находятся на высшем уровне, вот эта забота о семье, забота о духовном состоянии, забота о духовном состоянии семьи, своего дома, своего положения, и также авторитет, демонстрируя твердость своей веры, своей веры, действительно, когда мы ходим с Господом, то Бог не спослает свою благодать и благословение, и в нашей жизни, если мы имеем такие образцы, видим такие примеры, они служат нам в подкрепление, что с Господом прекрасно, хотя вокруг великое развращение и беззаконие, хотя вокруг разливается мир, но человек ходит с Господом, человек возлагает свою надежду на Господа, он пребывает в молитве, он пребывает в рассуждении о Боге, о Слове Его, и Бог благословляет эту семью, Бог благословляет детей, Бог благословляет общество, вы знаете, есть такое выражение благословенные семьи, благословенная церковь, действительно, когда Отец ходит с Господом, оно имеет влияние на многие десятки лет, имеет влияние на окружение нас, и вы знаете, когда здесь мы читаем этот пример, Ной, это не просто была история, это реально так получилось, что этот человек, он решил ходить с Богом, смотрите, что произошло дальше, мы читаем восьмым стихом, что Ной обрел благодать перед очами Бога, Бог смотрел народ человеческий, Он смотрел, тоже были много отцов, много было людей на этой земле, но почему-то они не могли создать вот эту божественность, праведную обстановку в своем доме, но только Ной один, из всего рода человеческого, он ходил перед Богом, и Бог посмотрел на эту землю, и он нашел только одного Ноя, этого богобоязненного, праведного человека, и он, написано здесь, что он обрел благодать перед очами Бога, много было мужчин, но только Ной в тот момент ходил перед Богом, и Бог обратил свое внимание на него, и дальше мы читаем такую историю, и сказал, это 13 стих и ниже, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли, сделай же, сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи, и сделал его так и сделай его так длина ковчега 300 локтей широта его 50 локтей а высота его 30 локтей и сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху и дверь в ковчеге сделай сбоку его устрой в нем нижнее второе и третье жилье и вот я наведу на землю потоп водный чтобы истребить всякую плоть в которой есть дух жизни под небесами все что есть на земле лишится жизни но с тобою я поставлю завет мой и войдешь в ковчег ты сыновья твои и жена твоя и жены и сынов твоих с тобою ведь и так же в ковчег из всех животных и от всякой плоти попарить чтобы они остались с тобою в живых мужского пола и женского пусть они будут из птиц породу их и из скотов породу их и из всех пресмыкающих по земле породу их из всех попару войдет к тебе чтобы остались в живых ты же возьми себе всякой пищи какую питаются и собери к себе и будет она для тебя и для них пищею и сделал Ной все как повелел ему Бог так он и сделал это была очень сильная такая как бы история Ной находил праведно перед Богом Бог обратил на него внимание и вот Бог говорит Ной я хочу оставить тебя в живых но я хочу сделать вот это великое истребление я потоплю весь мир мы не можем представить себе как это так поднимается вода мы видели наводнение резкие дожди вода поднимается заливает огороды и потом вода уходит исчезает но здесь Бог открывая Ною что вот это развращение беззакония достигло до такого уровня что Бог решил полностью истребить все на этой земле потопить людей потопить живущих на этой земле поднять вот этот уровень воды где люди не могли никуда спастись и этому человеку которому Бог обратил свое внимание и свое благоволение он говорит а для тебя я хочу чтобы ты построил ковчег чтобы ты построил ковчег и дал ему размеры дал ему вот это все что он должен сделать и он говорит почему но говорит я с тобою поставлю завет мой и войдешь ковчег ты и сыновья твои и жена твоя и жены сынов твоих с тобою вот это мы не знаем жизни его детей мы не знаем жизни его невесток мы не знаем жизни как они жили перед Богом но Бог открыл свое благоволение к этому человеку Бог посмотрел на его на его семью Бог явил милость его семье Бог говорит я не только тебя одного спасу и ты поживешь и потом тебя не станет и я что-то другое сделаю но Бог говорит спасешься ты жена твоя твои сыновья и твои невестки вы знаете в этом есть великий пример когда сегодня мужья божьи ходят непорочно перед Богом когда сегодня мужья божьи делают сознательное решение идти за Богом когда отцы делают решение что я в своем доме буду служить Богу я буду воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем я буду возводить мои взоры к небесам я буду пребывать в молитве я буду исполняться Духом Святым я не буду преображаться в образ этого мира который растлевает и развращается я буду ходить с Богом и это имеет большие последствия это приводит Божье благословение на твой дом на твою жену на твоих детей приходит благословение на твоих которые столкнутся с твоими детьми на будущих мужей твоих дочерей на будущих жен твоих сыновей благословение Божье приходит в твой дом когда мы читаем эту историю мы видим Бог смотрит на направление отца в своем доме он смотрит и производит свое благословение именно по этим путем. Ной нашел благоволение в очах Божьих. Почему? Потому что Ной был непорочный и праведный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И Бог говорит, я заключу завет с тобою. Я спасу тебя и твой дом. Я сохраню тебя и твой дом. Я тебя не оставлю, чтобы ты погибал с этим развращенным миром. И действительно, когда сегодня мы видим на жизнь верующих людей, которые сегодня ходят перед Богом, которые сегодня ходят в праведности перед Богом, которые сегодня ищут высшего звания во Христе, тех, которые неравнодушно относятся к Божьей благодати. Бог благословляет ихние дома. Бог благословляет ихние семьи. Бог благословляет нас. Слава Ему! Мы сегодня живем в это время. Действительно, перед нами была история. Перед нами были родители. Может быть, даже не имели мы хороших родителей. Вы знаете, всякое бывает в этой жизни. Дьявол, когда вот это развращение происходит, это не просто, что люди мыслят по-другому. Это не просто, что кто-то имеет плохие идеи. Но есть последствия, когда человек, наверное, не дает свое сердце Богу. Когда человек не посвящает свою жизнь Христу. Жизнь, она очень жестокая. Она очень такая неприятная. Вы знаете, когда слышишь истории молодых девиц, когда слышишь истории парней, через что люди прошли в своей жизни. Когда слышишь истории, как к ними относились отцы. И ты думаешь, ну, человек действительно приходил в церковь. Человек действительно, может быть, что-то делал в церкви, но он не знал Бога. Он просто делал вот эту непонятную, глупую игру. Но в этом процессе пострадали девицы. В этом процессе пострадали сыновья. Они были воспитаны в извращенном понимании жизни. У людей жизнь перевернута, у людей жизнь раскалечена. Это повлияло на их мышление. Вы знаете, одна девица, она уже в возрасте была. И пришел один брат, познакомился с ней. Они начали общаться. И он хотел, чтобы она стала его женой. Они к этому шли. Но она всячески не хотела. Она всячески боялась. Она всячески как-то, ну, там пойти кофе попить. Но чтобы дальше развивать это отношение, она очень боялась. И когда он начал с ней разговаривать, и просто начал говорить, слушай, ну почему? Ты знаешь, я тебя люблю, и мы друг друга любим. Но почему ты не хочешь дальше пойти в этом отношении? И вы знаете, она начала плакать. Она начала рассказывать этому парню, который пришел за свою юность. Она начала рассказывать за своего отца. Она начала рассказывать такие вещи, и этот человек просто в ужасе сидел и слушал то, что она ему говорит. И он думал, и это как бы история такая, он думал, я же знаю этих людей, они в церковь приходят, вроде бы нормальные. Но когда он узнал вот это внутреннее состояние, пришел в ужас. Он пришел в очень просто шок, в каком доме воспитывалась эта девица. Что происходило вокруг этих детей, которые были в том доме. Это просто для меня, и я думаю, для нас этот великий страшный пример, когда люди сегодня не посвящают жизнь свою для Бога. Когда человек не открывает свое сердце Божьей благодати, и возрастается вот такое непонятное больное состояние, которое влияет на жизнь детей и влияет на жизнь окружающих. Это ужасно, когда вот это такое больное, непонятное состояние. Но Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Христос пришел, чтобы изменить это все, чтобы убрать вот это все, что мешает людям, что дать все эти радости и надежды в жизнь людей. Вы знаете, действительно, эта жизнь, она суровая. Сегодня очень много людей погибает духовно. Люди сегодня спотыкаются. Но мы сегодня, читая Священное Писание, направляем наши взоры к Богу. Мы находим вот эти прекрасные примеры, которые поддерживают сегодня нас, что происходит с теми, кто идет с Господом, который возлагает свою надежду на Бога, независимо, что происходит. Приходят Божие благословения, приходит мир Божий в наш дом, приходит благословение к нашим детям. Мы смотрим на верующих людях, когда мы общаемся в разных штатах, мы видим, как прекрасно развиваются семьи. Мы видим, какие прекрасные отношения в верующих семействах. Мы видим, как Бог благословляет. Мы видим, как Бог благословляет детей, приятно смотреть. Радуется сердце, когда мы видим, как Божья благодать, она так все четко делает. И мы радуемся, мы говорим, Господь, это Ты. Это Ты, что Ты приходишь в жизнь людей, и Ты изменяешь их на сердце, и Ты даешь действительно новую жизнь. Не только новая жизнь, вечная жизнь на небе, но здесь на земле новая жизнь во Христе, благословенная жизнь во Христе. И начинается оно с семьи. Когда здесь мы читаем, что Ной, будучи отцом, он ходил перед Богом. Он направлял свою семью для того, чтобы и дети его ходили перед Богом. Он был непорочным перед Богом. Дети, смотря на Ноя, они видели образец, они видели человека праведного. Они, смотря на своего отца, видели, что его слова и действия не расходились в ее жизни. Они видели, что это был человек, который боится Бога. Это есть человек, который возлагает свою надежду на Бога. И когда Ной сказал, дети, мне Бог сказал, что Он потопит этот мир. Мне Бог сказал, что нужно строить ковчег. Мы не читаем в Евангелии, не читаем в Библии, что сыновья говорят, отец, что ты говоришь? Мы здесь видим, что сыновья послушали, что говорит ихний отец. Почему? Потому что хождение перед Богом дает отцам авторитет, уважение своих детей, уважение окружающих. И когда человек, отец, что-то говорит, дети слушают. Дети понимают, это не просто какая-то забава, это истина. Человек ходит с Богом. Человек в этом мире не ломится, не идет на компромиссы. Он ходит с Богом, и Он говорит своим детям, и сыновья Его послушали. И мы читаем, что когда Бог сказал, чтобы они вошли в ковчег, мы не видели, чтобы сыновья передумали и говорят, ну мы посмотрим, что произойдет, ты там дверь нам приоткрой, мы забежим, если вода поднимется. Нет, они пошли в ковчег, они вошли в ковчег, и Бог закрыл дверь. И мы читаем в истории, что поднялась вода и произошла эта трагедия на всей земле. Но обращаем внимание на слова 22 стишка этой главы. «И сделал Ной все, как повелел Ему Бог, так Он и сделал». Вы знаете, есть Божье Слово в нашей жизни, мы его читаем. И для нас является этот пример. Чтобы получить Божье благословение, получать Божью благодать, и обрести благодать в Божьих очах, нужно в своей жизни делать все, что велит Господь. Бог Творец, знающий и сотворивший всю вселенную, человека, Он знает и Он имеет план полного благословения для людей. Когда мы понимаем это в нашей жизни, когда мы открываем свое сердце для Бога, для Божьего Слова, для Божьей благодати, то мы видим, как Бог нас благословляет. Мы видим, как Бог благословляет окружающих нас. Мы видим, как Бог благословляет семьи народа Божьего. И очень важно, чтобы иметь вот этот прекрасный пример в своей жизни. Ной ходил перед Богом. Он был отцом, и Бог благословил его и его дом. Пусть Господь благословит и нас. Пусть Бог благословит отцов. Пусть Бог благословит мужей, чтобы каждый ходил перед Богом. Чтобы каждый ходил перед Богом так, чтобы Божья благодать была не спасена на нас, на наших детей, на нашей семье. Аминь.